Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз в студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете обсудили вопросы миграции, социальной политики и прав человека. О подробностях научно-практического круглого стола расскажет Анна Глазунова. Казанская федеральная университета Вопросы защиты прав человека, поскольку мигранты это люди, которые наделены комплексом прав, которые необходимо защищать. Круглый стол проводит кафедры международного и европейского права юридического факультета КФУ совместно с Центром превосходства Жанна Моне, Институтом Европы, Российской Академии Наук и Татарстанским отделением Ассоциаций Европейских Исследований. В работе круглого стола приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые, представители международных организаций, органов государственной власти, судебных органов Российской Федерации и Республики Татарстан. Представить те вопросы, которые относятся к компетенции нашего суда и разъяснить в том числе и студентам, и гражданам, которые интересуются этими вопросами, о возможностях защиты своих прав и интересов, особенно хозяйствующих субъектов в суде Евразийского экономического союза, которые относятся к категории международного суда. В рамках круглого стола участники представили свои доклады на различные темы. Посвящен он авианской и бермудской конференции по беженцам 1938 и 1943 года, то есть регулированию миграционных отношений, которые предшествовали принятию декларации, принятию остальных послевоенных международных договоров. По итогам круглого стола будет издана монография, посвященная актуальным проблемам миграционной и социальной политики и прав человека. Цикл работ, статей, научных докладов. Анна Глазунова, Ленардо Валерьяров, Универньюз. 13 февраля прошла встреча представителей Казанского федерального университета с представителями китайской компании «Хайр». Что на ней обсуждалось и о чем пытались договориться стороны, узнаем в нашем сюжете. Компания «Хайр» пришла на российский рынок в 2007 году. Именно тогда российские потребители познакомились с продукцией бренда на национальной выставке Китая в России. На тот момент компания уже была известна всему миру как глобальная корпорация. Всем уже известно, что компания «Хайр» с 2016 года на территории города Набережной Челны построила завод по производству холодильного оборудования и бытового холодильного оборудования. И в рамках данного завода Набережные Челны стали развиваться именно в сфере деятельности именно бытовой техники. Напомним, что совместная работа компаний «Хайр» и Казанского федерального университета, в частности его Набережной Челнинского филиала, началась практически сразу же после появления производства компании на территории Татарстана. Договоренности с университетом были достигнуты всего за 4 недели. Сегодня «Хайр» и КФУ планируют расширять сотрудничество как в исследовательской сфере, так и в сфере трудоустройства квалифицированных выпускников. У нас есть баклавля и даже магистратура, по специальности прямо называются холодильное оборудование, и технологическая машина. И машина еще и промышленность. В принципе, с подготовкой кадров, бакалабров, проблем абсолютно никаких нет. В ходе диалога стороны пришли к необходимому консенсусу и приняли решение о продолжении тесного сотрудничества. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Кадровый резерв набирает в команду талантливых студентов. Что это за проект и какие возможности он может предоставить участникам, узнаем в следующем сюжете. Республиканский проект «Кадровый резерв» предлагает студентам казанских вузов стать частью их большой команды. Такое предложение поступило в Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета, где студенты подробно узнали о целях и возможностях проекта. Под руководством главы республики участники смогут предложить и воплотить в жизнь все свои задумки, а взамен получат шанс стать молодежным помощником министра и даже выиграть грант на реализацию своей идеи. Цель данного проекта – это выявление лидеров, формирование лидеров из обычных студентов, таких же, как первокурсники или от 16 лет до 30. Все могут принять участие, и он бесплатный республиканский проект при поддержке президента Республики Татарстан, при поддержке Министерства молодежи и при поддержке Академии творческой молодежи. Заявочная кампания «На кадровый резерв» уже начала набор. Для участия необходимо оставить заявку на их сайте, пройти собеседование с специалистом и небольшой тест. Данный проект можно научить социальному проектированию, может научить работать как правильно в команде, может научить, как правильно вести себя в стрессовых ситуациях. Прежде всего, «На кадровый резерв» он подготавливает тех людей, которые в будущем могут работать на госслужбе или других сферах. Диана Тярт, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Ежегодно телеканал Универ ТВ проводит кастинг на новых ведущих. 2019-й не стал исключением. Если у тебя есть огромные желания, а также пробивающие экран энергии и харизмы, тогда эта новость специально для тебя. Кастинг будет проходить в несколько этапов. На первом ребятам предлагают побольше рассказать о себе и продемонстрировать навыки работы перед камерой. Совсем не важно, математик ты или геолог. Ведущим может стать абсолютно каждый. На первом этапе мы отберем, наверное, тех ребят, у которых есть огромное желание, которые действительно загорелись вот этой идеей работать на телевидении, вести какие-то передачи. Ведь это все потом дальше перерастает в нечто большее. К примеру, все те, кто прошел у нас кастинги, имели большой опыт работы в прямых трансляциях, вели там всероссийскую студию. Ну это круто, где тебя смотрят больше полумиллиона человек. Канал Универ ТВ дает возможность реализовать собственные проекты и задумки. Многие ребята, которые в свое время прошли кастинг и удостоились чести быть в слаженной команде, сейчас работают на различных крупных телеканалах. Опыт, полученный здесь, способствовал дальнейшему развитию их карьеры. Если у тебя все еще есть сомнения, то развей их. Заполни анкету в официальной группе ВКонтакте Универ ТВ. Приходи 19 февраля в 13.30. По адресу профессора нужно 1.37. Докажи, что именно ты достоин быть в нашей команде. Для всех кандидатов, для всех тех, кто хочет пройти этот кастинг, я желаю удачи, смелости, храбрости. И пусть у вас все получится, ребята. Ждем вас на нашем телеканале. Соль является одним из основных продуктов, потребляемых человеком. Существует огромное количество информации о ее вреде. Так ли это, мы расскажем в следующем сюжете. О том, что сахар вредит здоровью, известно каждому. А что мы знаем о влиянии на организм соли? Последствия чрезмерного употребления количества соли длительное время никаким образом не отражаются на внешнем облике человека. Но спустя время может существенно отразиться на внутреннем состоянии. Чрезмерное употребление пищевой соли, как она сейчас называется, может вызывать болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. В первую очередь, повышенное содержание соли, оно приводит к повышению артериального давления. Ну и опять же, людям, у которых уже диагностирована гипертензия артериальная, им рекомендуется снижать содержание пищевой соли в своем рационе. Отказываться от соли полностью также не стоит. Недостаток ее также опасен, как и избыток. Определенная доза хлоридно-натрия нужна нам для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. К примеру, мы теряем соль во время интенсивных физических нагрузок. Наш организм долго восстанавливается, и ему просто необходимо пополнить солевой баланс. Наш организм достаточно долго восстанавливается, но ему солевой баланс, электролитный баланс нужно восполнить. Наши нервные окончания, наши мышечные окончания за счет нормальной концентрации электролитов, но в наших биологических жидкостях они правильно сокращаются и синхронно сокращаются. Существует много видов соли, но различия в составе незначительные. Есть, правда, соль ядированная. Туда добавляют ядат натрия, натрий и йод О3. Это ядированную соль рекомендуется потреблять в тех районах, где нехватка йода в пище, где, в частности, низкое потребление морепродуктов, поскольку йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. В целом заменить пищевую соль как питательное вещество нельзя. Есть вариант с соевым соусом, но в его состав также входит хлорид натрия. Получается, мы не заменяем соль, а выбираем другой источник ее получения. Употребляя соль в умеренном количестве, вы оказываете своему организму большую пользу. Нормализуется артериальное давление, снижается нагрузка на почки, уменьшается риск развития болезни желудка. Лилия Талипова, Велия Табасова, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok